добрый день всем привет здравствуйте уважаемые подписчики и здравствуйте гости канала ролик выходит под рабочим названием как я загремел в железку или 4 новых альбома события относятся к концу 87 года итак начинаю осенью я узнал из надежных источников о том что некий коллекционер распродает фонотеку по цене магнитной ленты сообщил мне об этом одноклассник брата боря бадрин и вскоре он принес список продаваемых катушек все они были 500 метровые и содержали два полновесных альбома формате стерео на 19 скорости после недолгих раздумий я купил две катушки с альбомами свита стрэнг-ап дженнис джоплин перл и вторая катушка содержала альбом ес тормата 78 года и пластинку карлоса сантаны абраксос в то время все эти записи составляли настоящее сокровище наподобие клада геней описанного робертом стивенсон я целыми часами рассматривал картинки наклеенные на коробках бывшим хозяином и слушал новые альбомы проникаясь их содержание на коробке со свит и дженнис джоплин с одной стороны было фото с альбома изолейшн бульвард а на другой стороне приклеена картинка обнаженного женского тела правда снятого так плохо что разобрать детали было практически невозможно альбом свит стрэнг-ап это сборник 76 года и включает себя вещи из трех лучших альбомов группы дизалейшн бульвард фэнни адамс гифас а линг альбом перл или жемчужина 71 года считается одним из лучших дисков дженнис джоплин там же находится знаменитая мув овер позднее так четко обработанная слейдами ну а мне там еще нравились две вещи summer time и woman left lonely и дописка в конце еще шла peace of my heart тоже один из шедевров в целом я остался очень доволен этой катушкой лишь одно немного печалило лента на ней было к тому времени уже старый с нее осыпался порошок и и видно было это все по состоянию прижимного ролика который окрашивался в коричневый цвет и в конце диска первых шли два ощутимых провала на первом канале где-то на пару минут что также несколько снижало мою радость вторая катушка содержала как я уже описал альбом yes тормата 78 года довольно неплохой диск но сначала он мне показался каким-то заумным и нудным и только через месяц прослушивания я проникся и стал с удовольствием гонять такие вещи как madrigal a raven ufo on the silence wings of freedom и другие понемногу я стал понимать красоту мелодий и мастерство музыкантов знаменитой группы что касается сантаны и его диска абраксас то он тоже долго не доходил до меня вызывал какие-то сложные эмоции поначалу нравилась только композиция black magic woman и еще incident and nishabo но чуть позднее я дошел до понимания самбо пати и последние вещи hop your feeling there и таким образом серьезно расширил свой музыкальный горизонт честно говоря после прослушивания абраксаса я пытался еще понять альбом марафон и диск шаман оба они сильно разочаровали меня и я так до сей поры чертам них и не понял а вот абраксас нравится мне и по сей день для себя я сделал такой вывод сантана незаурядный гитарист хотя аккорды его витиеваты и порою напоминают народное творчество как выразил выразился один мой одноклассник слушая диск но все же ознакомиться с творчеством сантаны стоит вы не зря потеряете время и вот где-то через месяц я стал проникаться новыми записями так сказать входить во вкус но вмешалась наша добрая хунта или и говоря иначе родной военкомат не позвонили и поставили в известно что нужно отправиться на две недели в больницу для обследования на предмет годности к военной службе все дело в том что врачи нашли у меня пилонефрит в стадии ремиссии но вообще предупредили что если я зимой застужу ноги то он очень быстро может перейти в стадию обострения таким образом я оказался в железке или ж.д. больнице что находится на владимировском спуске 700 метрах от моего дома стоял декабрь месяц вокруг лежали метровые сугробы бесконечно падал снег и когда я смотрел из больничного окна не открывалась такая зимняя бескрайно бескрайняя равнина со спуском каби естественно от такого пейзажа настроение мое резко падало а тут еще приходилось ходить на разные неприятные процедуры самое сильное испытание которому я подвергся это был рентген почек а для этого надо было сначала очистить кишечник с помощью адского прибора под названием клизма или чаша эсмарха будь она трижды проклята во веки веков чашу эту ставят на ночь а утром вы натощак отправляетесь на рентген и лежите целых 10 минут на холодном железном столе пока вам просвечивают все нужные части тела терпеть не могу таких моментов и чувствуешь себя каким-то подопытным кроликом и помнится что в то время я лежал в палате с двумя своими ровесниками проходившими такие же мучения и вот эти парни здорово у меня удивили когда им собачили эту чашу эсмарха а у меня после такого сразу же возникала мысль быстрее бежать в сарториус причем со скоростью звука эти двое стоиков придумали для чистоты эксперимента дабы водица проникла во все закоулки их кишечника ходить по палате на руках только представьте себе этих закаленных бойцов при этом они еще шутили и смеялись целых 5 минут ходили на руках сильные впечатления не знаю но более так сказать сильных эмоций я не испытывал с 78 года когда лежал в москве тоже в больнице и мне должны были вскоре делать операцию и как-то вечером на мою кровать повысили красную карточку что означало как раз приближение этой операции тогда мне стало просто жутко ну а здесь как говорится после прохождения рентгена было еще много всяких процедур но все они уже были так сказать на порядок ниже сдать кровь из вены из пальца глотать зонт это все уже были детские шалости не более надо было еще там пройти пробу по земницкому что тот также в общем то является ерундой ходить в баночки по часам но однако все это длилось целых 14 дней и так сказать развлечений в ту пору у меня было крайне мало в основном я занимался чтением книг помнится штудировал теодора драйзера финансист банкир историк ну и еще бегал постоянно курить в туалет тогда сигареты были настоящие болгарские радопий стюардесса и интер а не та табачная дрянь что продается теперь таким образом пролетели две недели я наконец вышел из железки и отправился домой валил густой снег и норовил еще залезть за воротник и растаять на шее истекая по спине шел декабрь месяц и стояли самые короткие дни давно я добрался пешком и утолив голод снова взялся за прослушивание новых картушек и тут я обнаружил после альбома сантаны дописку из двух песен ЕС самого первого их альбома вещи looking around и sweet dreams на мой взгляд одни из самых лучших вещей этого диска ну а обследование в железке привело к печальному результату и через год в декабре 88 года когда случился огромный недобор в войсках призыв того года был самым малочисленным я и загремел в итоге в страйбат вот таким образом запомнился мне этот декабрь месяц и две новых картушки спасибо всем пока спасибо 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 спасибо